Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами Елена Камалова и программа Гость Студии. Здоровье, молодость, да и сама жизнь. Всё это легко можно обратить в проклятие, потому что всё в нашем сознании. Но, к счастью, есть люди, которые даже свою болезнь обращают в благословление, а свою слепоту – во внутреннее прозрение, свою смерть – в новую жизнь. 3 декабря отмечается Международный День Инвалидов. Поэтому сегодня у нас в гостях оптимист с активной жизненной позицией. Да, впрочем, этого человека, я думаю, не нужно никому специально представлять. Это руководитель Центра адаптации «Современник» Павел Сафонов. Павел Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Павел, вы знаете, начну с чего? С очень интересной ситуации. Когда готовилась к интервью с вами, я обзвонила, в принципе, много людей с ограниченными жизненными возможностями. И пришла к выводу, что это довольно закрытый контингент, потому что все наотрез отказывались участвовать в эфире, ссылаясь на то, что имеется определённая заболеваемость, при которой им не очень комфортно быть на людях. Но я вами восторгаюсь, потому что вы на самом деле, вы человек, ломающий стереотипы. Я вас знаю давно, и вы никогда не закрывались в четырёх стенах, а на своём опыте показываете всегда, что жить не только можно, но и нужно активно, наполнены жизнью. Расскажите, пожалуйста, поделитесь, откуда у вас этот стержень, где вы черпаете энергию? Ну, вот вы сказали, ломающие стереотипы. Я всю свою жизнь выстраиваю, что наоборот, строим что-то новое, а не ломаем. Наверное, с этим связано, потому что когда ты ломаешь до основания, то есть это разрушающая какая-то энергия, а мы стараемся всё-таки позитивно. Наш девиз нашего центра адаптации, и в нашей группе прямо так написано, во всех наших буклетиках мы везде стараемся это писать. Такой хэштег наш – это «Реализуемся вместе». – Реализуемся вместе. – Вместе, да, реализуемся вместе. Ну, вот это и девиз, и философия, и моя в том числе, да, каких-то вот наших действий, работы, деятельности, мероприятий. Ну, во-первых, это вместе, потому что один в поле не воин, а когда у тебя есть поддержка, есть для кого работать, есть для кого стремиться, это и вдохновляет, и расширяет какие-то возможности, и перспективы предлагаются новые. Ну, а реализуемся, ну, вот наша передача посвящена дню инвалидов, наверное, да, то есть вот самая большая проблема инвалидов не в том, что они инвалиды, а в том, что им иногда зачастую негде развернуться, негде реализоваться. То есть, по сути, допустим, поздно наслевший человек, у него такой же человеческий потенциал заложенный там, как и у других людей, ну, какие-то там, какие-то такие нюансы у него, конечно, возникают, но всё равно вот этот человеческий потенциал в нём заложенный изначально, где-то он учился, получал образование, возможно, какое-то время работал, отношения строил, эмоции получал, чувства какие-то испытывал. И когда ты, ну, что-то теряешь… Раз, дверь закрылась, всё окончилось на этом, да? Да, всё равно хочется реализоваться. А как реализоваться, если ты не знаешь как, не знаешь, куда пойти, не знаешь, к кому обратиться? А как раз наш центр адаптации предлагает вот людям таким, кому-то даже с детства ребятишкам, да, то есть вот они стремятся за нами, смотрят на нас, ну, вот более взрослые ребята, которые к нам в центре ходят, они для них какие-то авторитеты, там какие-то убеждали. Это здорово, что центр есть. Да, и вот поэтому… И вы сказали, что один в поле, извините, перебиваю, вы сказали, что один в поле не воин, я должна с вами согласиться, потому что в ваш случай вы начинали-то, вы один в поле воин. Это так кажется. Нет, мне кажется, по-своему, вы собрали команду единомышленников, и Марина Николаевна вас поддержала, но вы же начинали первый, и теперь благодаря вам есть такой центр. Ну да, на первоначальном этапе, конечно, когда ты развиваешься, когда ты вот что-то в себя вкладываешь, это родители, во-первых, да, потом следующий этап, у тебя появляются учителя, друзья, и каждый человек в мою жизнь нес какую-то свою дольку жизненного опыта, какие-то знания, от них умений, навыков набрался. Ну и затем, конечно, большой только скачок был, особенно в сфере общественной деятельности, такого служения, социального служения, если так можно сказать. Это можно так сказать. Это, конечно, Марина Николаевна, когда мы с ней встретились, мы, по сути, познакомились в воскресной школе, как раз проходило мероприятие, которое она проводила для молодёжи. Там мы познакомились, начали сотрудничать в плане социального проектирования, и вот это дело нас объединило, и мы стали мужем и женой, и до сих пор мы вместе работаем. Скоро будет шесть лет. Шесть лет. Не могу не спросить, а Вы, как человек невидящий, Вы реагируете в основном на голос? То есть Вас заворажил голос, Марина Николаевна, прежде всего? Или энергия от неё исходящая? Не наверное, а в первую очередь душа. Голос, да, это какой-то проводник человеческих мыслей, человеческой энергии в пространстве. Конечно, в том числе и это, но в основном, конечно, душа, позитив, отношение к жизни. Много каких-то соприкосновений нашли, и поэтому продолжаем идти вместе. Ну вот хорошо, что у Вас есть рядом единомышленник, и прекрасно, что рядом с Вами мама. В общем-то всегда, да? Ваша верная плечо и рука. К сожалению, не у всех это есть рядом, да? У людей с ограниченными возможностями. Паш, как живётся людям-инвалидам в городе Кумертау? Я вот хочу спросить ваше личное мнение, но всё равно Вы же общаетесь с людьми, с этим контингентом. Комфортны ли условия? По-разному, по-разному. Всё зависит, конечно, от среды, потому что инвалид – это не единица, потому что это всегда семья. Вот особенная семья, в которой есть человек-инвалид, ребёнок-инвалид, или взрослый, или взрослый, у которого есть здоровые дети, да, неважно. Это всё равно такая общая, единый организм. Все их действия, все их мысли, вся их жизнь, она всё равно происходит с оглядкой именно на этот недуг или на вот эту инвалидность. Здесь никуда не денешься, это нормально, к этому надо относиться как к норме. Потому что, ну, если у нас посчитать, что у нас 12% населения инвалиды, то есть получается, что чуть ли не в каждой второй семье есть член семьи с инвалидностью. Если есть пожилые люди, это тоже люди с ограниченными возможностями. Поэтому по-разному живут семьи. Самая большая проблема, конечно, это вот неполные семьи, потому что часто при появлении ребёнка-инвалида отцы этого не выдерживают, всё-таки они более активные, да, там им как-то тяжело это пережить, а они начинают искать какое-то решение проблемы иногда на стороне, иногда всяких… Хочется гордиться наследником, а такого ребёнка обычно прячут, да, с каким-то недугом. Да, но потом, когда этот ребёнок вырастает, благодаря матери, благодаря там окружающим бабушкам, дедушкам, учителям, я думаю, что многие из них, большинство из них, отцы бы ими гордились, если бы видели, во что ребёнок. Просто, видимо, мужчины вот как-то больше боятся, женщины… Сильнее? Да, изначально. Сильнее, да, вернее, потому что это её чадо, её плод, куда деваться. Мужчинам есть выбор, иногда неправильный выбор в этом плане делают. Да, ну вот, многие семьи у нас есть и многодетные, есть и где мать-одиночка воспитывает ребёнка, есть где и приёмные семьи, есть и взрослые ребята, да, которые вот свои семьи пытаются как-то организовать. Ну, немножко пошли от темы, я имела в виду комфортность, знаете, окружающую среду, пандусы и прочие, переходы специальные, вот, например, вы же выходите с тросточкой или нет? Ну, да. Я просто много… У нас же немало в городе слабо лет еще. Проводник был, да, к сожалению, потом умерла, иногда с тростью пытаюсь ходить. Ну, вот, условия, как сказать, вот в советское время, в принципе, общество слепых, оно получило самое такое большое развитие, тогда о доступной среде, каких-то там условиях фактически даже не говорили, это была абсолютно ограничена какая-то тема, то есть это вот на предприятиях, где трудились слепые люди, в их учреждениях, сами что-то придумывали, там, сами себе придумали эту среду, создавали, то есть вокруг этой среды фактически не было. И люди жили, выживали, и работали, и трудились, и создавали семьи, или рожали, и так далее, и так далее. Сейчас об этом заговорили, да, конечно, это хорошая тема, это добавляет безопасности, плюс вот эти всякие новые вызовы современного времени, да, то есть они вот, ну, должны как-то сглаживаться, там, и транспорта больше стало, и вот эти, и скорости намного выросли, и информационные технологии, и так далее, и так далее. Но, в принципе, тема будущего, это универсализация, да, потому что все, что создано для инвалидов, по сути, это удобно для любого человека. Это для беременной мамы, это для мамы с коляской, для пожилых, просто для слабовидящих людей, у нас 60% населения России носит очки. Да, на самом деле, слабовидящие уже категория. Вот на сайтах у нас появилась кнопочка, да, там, для слабовидящих, нажимаешь, там, и шрифт можно поменять, и так далее. И вот эти мелочи, в принципе, создавая вот эти доступные среды, возможности какие-то для инвалидов, мы создаем не просто, вот, деньги выбрасываем только, там, для 10 человек в городе, да, а мы создаем, по сути, удобную среду для всех остальных, она безопасна. Отлично сказали. Правда, на самом деле, удобная среда для всех горожан, не только для слабовидящих. Ну, и, конечно, для нас это, конечно, в первую очередь, это бросается в глаза, вот, допустим, будучи там в Москве, там, в больших городах каких-то, да, вот недавно мы из Польши приехали, из Варшавы, там, из Рослого, там эта доступная среда присутствует, это очень удобно. То есть ты понимаешь, что тебе не нужно бояться куда-то выходить одному с тростью, что ты не найдешь, потеряешься, или как-то, может быть, не так безопасно пройдешь дорогу, да, вот, а тут понимаешь, что у тебя есть направляющие, есть звуковые светофоры, есть какие-то там такие вот моменты, да, и люди уже видят, что ты идешь по этой направляющей, он видит, что человек с тростью идет, он его обойдет, там, не шибет, машина пропустит. Подвели к следующему вопросу, я хотела с вами поговорить о милосердии. На ваш взгляд, общество милосердно? Вам случалось бы в таких ситуациях, когда с равнодушием вы сталкиваетесь, или всегда люди к вам идут на встречу и помогают вам? Ну, жизнь разнообразна, если скажу, что мы не встречались, скажем, с Алгу, бывают такие моменты, но, скорее всего, это люди из-за недопонимания на первоначальном этапе, потом, возможно, у них какие-то тоже проблемы бывают, а вот с великодушием, с милосердием мы столкнулись буквально, просто для меня это было вообще просто огромное открытие. Недавно, когда нам предложили участвовать в международных соревнованиях, в топ-12, то есть деньги не заложены ни всероссийский, ни рфавликанский, ни городской бюджет, ну, отказываться мы не можем, потому что наши воспитанницы Ильини Насировой предложили участвовать впервые в топ-12, это 12 лучших спортсменов по настольным теннисам для слепых выбираются в мире, ну, это как Кубок Дэвиса, там, где вся элита, допустим, участвует, и впервые России было предложено только Ильвине участвовать, и она приняла участие, но приняла благодаря тому, что мы просто не спускались. Когда нам предложили, мы знаем, что у нас денег нет, мы сказали, что нам это очень нужно, понимали, что очень много денег нужно, и буквально она еще не приехав с чемпионата мира, где это предложение она получила, мы уже начали размещать информацию и в группе ВКонтакте, на своей стене и так далее, и так далее, рассылать по друзьям, там, письмо написали. С призывом, чтобы люди открыли, собрали деньги? Да. Мы сначала хотели хотя бы Ильвину послать, но получилось так, что люди откликались, и мы собрали больше денег, чем запланировано, и потом мы пошли, ну, по предприятиям, по организациям, министерствам поехали, ну, видели, что мы уже большую часть денег собрали, они нам тоже дополнительно дали, и получилось, что не только Ильвина поехала, но и я с ней поехала, как тренер, да, потому что спортсмену без тренера это тоже очень трудно ехать. Эмоциональная поддержка должна быть? Да, не только эмоциональная, там, и по технике, и по тактике, и по стратегии, и так далее, да, то есть одному ехать сложно. Вот, и вот получилось так, что люди, которые знакомые, мы рассылали вот приглашение, да, там, помочь нам, там, перечислить денежки, и откликались в первую очередь знакомые люди, то есть это наши воспитанники, люди, которые стоят в наших группах, люди, которые занимаются настольным теннисом, да, то есть это люди или сами инвалиды, или в семьях, в которых есть инвалиды. Но они понимают проблему, и понимают, что нужно помочь. И потом только, когда они начали уже себя там репостить вот это, да, начали присоединиться другие какие-то люди, нам начали присылать деньги из каких-то вообще далёких стран, из каких-то городов, которые мы даже не знали, кто у нас там есть, да, ну вот так вот рассылась информация, и благодаря этому мы собрали. А вы говорите, что вы не ломаете стереотипы, вы ломаете стереотипы. Потому что сейчас в последнее время, ну согласитесь, в последнее время идёт масса информации по телевидению в основном о том, что люди, не откликаетесь на такие вещи, это мошенники, это мошенники, это мошенники. Люди уже боятся. И чтобы сейчас разместить где-то на каком-нибудь сайте информацию о том, что больной ребёнок собирается деньги, любой человек 20 раз подумает, прежде чем отправить. Да, да. Да, мы это понимали, мы грамотно писали, то есть мы давали многие-многие координаты, чтобы люди могли созваниваться, они со мной созванивались, то есть это там не фейк какой-нибудь, не развод и так далее, не мошенники, да. Мы звонили, поэтому первые трое суток я просто по два часа ночами спал, потому что приходилось постоянно отвечать, постоянно на вот эти сообщения отвечаешь, а кому-то не ответишь, он деньги не перешлёт, кого-то обидишь или ещё что-то. Поэтому просто вот я первые трое суток по два часа спал, то есть меня уже тошнило от этого контакта, да, там, от социальных сетей, от всего. Но я понимал, что это... И вот благодаря вот этим три дней как раз мы и вот такой рывок сделали и собрали. Ну, на благое дело, поэтому быстро всё собралось. Ну, вы уже начали говорить про свою работу, про работу центра, и я хочу сказать, что, конечно, горожане всегда с интересом наблюдают за работой центра. Хорошо, что это есть и на сайте, есть и по телевидению, транслируется, и в печатных изданиях выходит информация. Да, это очень важно. Да, я знаю, что вы большие затейники и с Мариной Николаевной, у вас постоянно новые идеи, проекты, придумки. Расскажите нам, что сейчас, над чем работаете, что у вас, какие планы. за пять лет существования в сентябре Центр адаптации отметил свое пятилетие, такой немаленький юбилей, самый такой, можно сказать, младенческий возраст. И на протяжении вот этих пяти лет нами было реализовано четыре проекта, четыре программы социальных, да, которые получили грантовскую поддержку и так далее. Вот сейчас, в этом году мы выиграли проект, программа есть такая, создавая возможности. Благотворительный фонд поддержки и развития меценатства КАФ, они были конкурс для организаций, которые работают с людьми с нарушениями зрения. Мы приняли участие и выиграли этот проект. Проект называется проект социальной активности «Сам себе журналист». Это, ну, впервые в России такой проект организован. Ну, цель проекта это вот наладить коммуникацию, наладить социальную активность при помощи современных информационных технологий. И вот мы в руки даем каждому участнику смартфон сенсорный, на котором установлена специально адаптированная программа, ну, проще говоря, говорящая программа, которая все, что происходит на экране, озвучивает. И мы даем не просто этот смартфон, и мы хотим, чтобы через этот смартфон они приобрели какие-то свои новые навыки, новые знания, компетенции. То есть, они стали информацией, не только потребительной информацией, но еще и делателем информации. То есть, чтобы они при помощи этого смартфона создавали свой продукт. Ну, конечно, до профессиональных журналистов вряд ли мы за полгода дорастем, но, по крайней мере, каких-то любителей, публицистов, да, на уровне своих социальных сетей мы, надеюсь, сможем в конце публиковаться и репостить и в группе, и на своих страничках, потому что сейчас, ну, вот, участники, они фактически, большинство из них с нулевыми знаниями в этой области. Много заинтересованных появилось? Да, ну, у нас две группы по 10 человек, по 10 человек, каждому дается смартфон, при помощи этого смартфона у нас два блока, первый блок у нас был психологически мотивационный, у нас проходили занятия психологом, то есть, вот там тренинги, семинары различные такие новые формы, то есть, мы сначала их давали вот мотивацию, для чего, понятие, да, для чем они, что они должны в конце проекта получить, чего начать и так далее, по самопрезентации, то есть, как себя презентовать в интернете, в социальных сетях, вообще в жизни, о чем нужно будет писать, потому что, ну, есть такая журналистика, вот негативная такая, или желтая пресса, да, вот этого меньше всего хочется, а люди, впервые пришедшие к нам, ну, бывают с таким настроением или с такой жизненной позицией, что она не совсем такая позитивная, да, и вот хочется, чтобы в конце проекта все-таки они позитивнее смотрели на жизнь и не просто смотрели, но еще делились, оказывается, всего только 2% информации, созданной человечеством, доступны для людей с нарушением зрения, и еще меньше в этих 2% информации, которая была создана самими незрячими людьми, то есть если вспомнить там таких каких-то великих слепых, ну там, Гомер, Осадов, да, там современные какие-то там, Суворов, все вот эти, да, кто там у нас еще, ну, есть еще писатели, да, и общественная деятельность, ну, то есть от того доступного 2% информации, созданной самими руками незрячих, это вообще просто там какой-то мизер, да, там микроскопический процент. Ну вот вы сейчас стали перечислять, Паша, извините, перебиваюсь, просто интересно, начали мы с того, что вы говорите, да, что городская среда должна быть адаптирована в том числе и для всех горожан, и когда вы начали рассказать про этот проект, так интересно, я думаю, что этим проектом должны заинтересоваться и не только люди слабовидящие, выучите людей правильно, в информационном пространстве, мы создадим доступную среду, жить в информационном пространстве, извините, не тупо сидеть, да, набивая где-то и в черном списке в Комертау, плохо отзываясь о своих друзьях и подругах, а наоборот внести под позитивную информацию. Да, потому что, ну вот, сейчас, мы все потеряли. Извините, перебила вас, но хочется выстроить беседу, просто не могу. Нет, все нормально, просто я хотел сказать выражение, вот сегодняшний день современный человек, если он не присутствует в социальных сетях, если он нет в интернете, значит его вообще не существует. Вот если мы кого-то хочем найти или какую-то информацию, найти какую-то новую, мы сразу идем в социальные сети, в интернет и ищем, а эти люди, они там практически не представлены. Они не только не знают, что там находится, но они сами себя не представляют. И мы хотим, чтобы они были там представлены. То есть, вот эти 20 человек, если появятся в социальных сетях, они будут писать какие-то свои там заметочки, да, то есть, в ходе проекта у нас будет еще конкурс итоговый, который тоже также называет сам себе журналист. И у нас будет несколько номинаций, где мы выбираем лучших журналистов. Это у нас будет радиорепортаж, будет видеоблог, фото, потом у нас будет печатная какая-то заметочка, да, там, статейка. То есть, по всем вот этим номинациям мы выбираем лучших журналистов и одного самого лучшего журналиста. Здорово. И в течение проекта к нам будут приходить ну и специалисты вот в этих областях, то есть, из печатной какой-то там газеты, допустим, в кварталовское время журналисты пригласим с телеканала, там, Ариса пригласим, допустим, видеооператора, с радио Ариса пригласим, да, может быть, к ним в гости придем. То есть, эти специалисты донесут, как правильно писать статьи, как правильно записывать интервью. То есть, они самостоятельно не только получат этот мастер-класс, но и сами должны будут представить в итоге защитить свой продукт информационный. Плюс у нас должны приехать очень известные люди, но это самые лучшие специалисты у нас в России из реабилитационного центра, который называется Камераты, это Нижегородский университет, создан Тифло, такой информационный центр, первый в России, до сих пор он остается самым и крупным, и самым передовым, то есть, там работают самые лучшие люди, тоже с нарушением зрения, имени зрячие, они кандидаты наук различных, математических, социологических, и так далее, и так далее. Они приедут к нам с мастер-классами, то есть, ну, это вообще уровень выше в России на сегодняшний день нету, а они тоже, у них запланированы лекции по безопасности, и по новым технологиям, и по перспективным, и по тенденциям, и так далее, и так далее. В течение двух дней они будут, в феврале месяце у нас запланированы с ними мастер-классы, семинары. Давайте немножко оставим, сохраним интригу. Я думаю, что мы с вами еще встретимся до февраля месяца, и вы расскажете более подробно о этом проекте. Просто извините, эфирное время очень коротко, и мне очень хочется многого у вас узнать и услышать, и вот вы сейчас сказали такую вещь, что страшную вещь, что человека, если нет в сети, значит, его как бы не существует. Прямо на самом деле стало страшно. Насколько меняется наш мир. Павел, я вас очень прошу, обратитесь, пожалуйста, сейчас, пользуясь случаем, горожанам, людям с ограниченными возможностями, тем, кто еще не вышел в сети, не вышел на улицы, не пришел в ваш центр адаптации, кто все еще замкнут в себе, призовите их, пожалуйста, чтобы они не замыкались в раковины, чтобы выходили к людям. Ну, призовать мы можем сколько угодно, конечно, вот люди, может быть, послушали, чем мы занимаемся, какая у нас интересная деятельность, они сами начнут потянуться к нам, то есть фактически так и происходит, мы знаем, что по статистике у нас намного больше инвалидов по зрению, людей с нарушениями зрениями, мы не только с инвалидами работаем, мы работаем с людьми, которые такие пограничные состояния, которые могут испортить свои зрения, но мы даем возможность им его не испортить, или как-то реализоваться там себе, нам помочь, может быть, в качестве добровольцев, и хочется, чтобы эти люди, если у них какой-то хотя бы на миг, если они задумались, что да, я хочу что-то в жизни делать, пускай к нам придут, мы пообщаемся, что-то им расскажем, какую-то новую информацию, о возможностях расскажем, потому что зачастую просто люди не знают своих возможностей обучения, каких-то вот, прохождения мастер-классов, освоения каких-то технических, информационных технологий, люди просто об этом не знают. что есть такой центр прекрасный. Я напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях был Павел Сафонов, руководитель Центра адаптации современной. Павел Владимирович, огромное вам спасибо, что вы брали время своего напряженного графика, насыщенной жизни. Я надеюсь, что вы не откажетесь еще в одной встрече нам. С удовольствием. И не в одной. Все-таки, да? Спасибо. Уважаемые друзья, если, не дай бог, вас унизили, посмеялись вслед или презрительно назвали инвалидом, не обижайтесь. Ведь зло имеет такую тенденцию возвращаться к тому, кто его выпустил. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин